Особое мнение на 101FM Оказано в эфире является моим оценочным суждением Дальше Настрой хороший Надо продолжать Те дела, которые Были мной сделаны В шестом созыве Так как округ совсем не простой Заречная часть города Как показалось это многим После выборов Это самый протяженный округ С большими проблемами Проблемы все, конечно, не удалось мне решить За предыдущие пять лет Вот буду пытаться В следующий период Большинство этих проблем решить Если меня не будут подводить Отдельные исполнители Ну понятно, это же командная работа Один, что называется здесь в поле Невой Но вот что До Нового года В планах сделать обязательно Наверняка уже избиратели спрашивают Когда, когда, что Во-первых, это работа плановая Не то, что я собрал наказы Вот под выборы И продолжаю Есть ряд серьезных Системных вопросов Которые надо продолжать решать Это дорога на Сидоровку Наконец-то удалось Земли перевести в единую собственность Сейчас проектирование Дальше финансирование дороги Огромная проблема Которая вызывает Самые большие вопросы У нас в округе Это строительство школы в Долгуши Объявленные мне Начало 28 сентября В очередной раз Власть не выдержала Вела меня в заблуждение Это второй раз Первый раз меня ввели в заблуждение Предыдущий избирательный Цикл Когда сказали, что в 2018 году Будет начато строительство школы Оно не началось В чем проблема-то заключается? Это знает областная власть Я проблему вижу Но не знаю ее причину Подрядчики есть? Они заявляются? Конкурс проходит? Да он проведен Есть подрядчик Известный монолит Но работы не ведутся Они начаты Сначала были начаты Вне разрешения Потом экспертизу прошли Подтвердили все Законность документов Но стройка не идет Что вызывает Большие нарекания Со стороны жителей Школы переполнены Это ненормально А сколько там должно быть Мест в итоге? Больше тысячи Типовое, да? Больше тысячи И есть вот сейчас Какие-то рычаги Не знаю, методы воздействия На то, чтобы все-таки Возобновилась эта стройка Это, к сожалению Но, видимо, компетентные органы Все задействованы, да, сейчас? Не знаю Не могу сказать В руках областной власти Этот вопрос Соответствующих замов Они, наверное, занимаются Я надеюсь Но они меня ввели Я обманывал своих избирателей Называл всех слов Начала возобновления строительства 28 сентября Это не произошло К сожалению В общем, вы оказались тут крайним Ну да Перед народом Отвечаю я В лице, в лице, в лице Многих и многих избирателей И жителей этого избирательного округа Потому что вопрос задают, конечно, мне Ну, это понятно Да, ответственная, конечно, очень И нервная, я бы сказал, да Работа Совсем недавно приступил к работе Как известно Седьмой созыв Кировской городской думы И, если не ошибаюсь Депутат Журавлев Ведь, да, Владимир Журавлев Ваш коллега Предлагал вашу кандидатуру На должность Заместителя главы города То есть зама Елены Васильевны Ковалевой Он озвучил это предложение Хотя и другие депутаты Со мной разговаривали на эту тему Ну, я кратко объясню Ситуацию, чтобы было всем понятно Значит, полицовет партии Президиум полицовета Принял определенное решение В тех кандидатурах Которые были озвучены Соответственно, фракция за это проголосовала Ну, ничего другого не оставалось Как выполнить решение фракции Вот Вопрос исчерпан Да, напомню, что заместителями главы города Стали Ларис Копысова и Данил Мамин Хотя, ну, не знаю Глядя на вас и на ваш опыт Большой депутатской деятельности Не посчитали Да, почему бы и нет В этом седьмом созыве Вы возглавили постоянную комиссию По местному самоуправлению Регламенту и депутатской этике Давайте приоткроем Для многих, я думаю, наверное, не совсем ясно Чем занимается непосредственно эта комиссия Надо сказать, что Больше половины вопросов, которые рассматриваются На думе Принимаются по которым Постановление Это Постановление, которое проходит Вот Эту комиссию Да Фактически 50% вопросов бывает и более Они проходят эту комиссию Чтобы понимали, что все назначения Которые проводятся в администрации города Они проходят через эту комиссию Ну, регламент Он определяет вообще все действия В этом прошлом созыве Мы достаточно много Доработали регламент Ну, сейчас еще Видны некие места Которые надо доработать Мы их в ближайшее время Тоже будем дорабатывать Например, что это за нюансы такие? Ну, я понимаю, что это такая Внутренняя работа Больше, да? Ну, по крайней мере Даже Ну, такой простой вопрос Как Выступление депутата Он не автоматизировал Что значит автоматизировать? Ну, вот если Выступление Значит, автоматизирована запись На выступление Вот в законодательном собрании Кировской области Это сделано давно У нас, к сожалению Это не выполнено Ну, появляется Можно задавать вопросы И каждый депутат нажимает Соответствующую кнопочку А, так И высвечивается список 1, 2, 3, 4 Не знаю, 20 депутатов Согласно того, когда он нажал кнопку А не председательствующий выбирает Происходит выступление Или там вопросы задаются В очереди на вопросы То есть все внимание фокусируется Вот в этот момент На выступающем, да? Конечно Понимаю, депутате И что, в чем проблема Автоматизировать эти вещи То есть это дополнительные расходы Или что это? Ну, некие дополнительные расходы есть Но просто надо принять решение Ну, было не принято решение Попытки были, но Мое предложение не нашло отражения В работе нашей думы Прошлого созыва Ну, у нас в городском парламенте Продолжают ведь заседания транслироваться Да, конечно И даже комиссии Комиссии даже Это тоже было вместено Ну, и дополнительным регламентом Это ведь все в рамках шестого созыва Да, все это делалось Еще какие-то мысли, может быть По созданию большей открытости По работе городских депутатов Ну, не знаю, наверное Сайт надо было давно Доработать, он не очень приглядный Сайт городской думы? Да, конечно Ой, мы давно, да, наблюдаем за ним Он и устаревший И устаревший, да И все там хорошо, да Нужно делать его более каким-то информативным Видимо, и более понятным По навигации в том числе Конечно, да Потому что бывает Дойти с вами нам какой-то материал Ну, очень сложно Ну, тоже будете, видимо, поднимать вопросы Буду поднимать, конечно, вопросы Будете обсуждать И на днях у нас, кстати, стало известно О том, что, возможно, при городской думе Будет создан еще и Молодежный, что ли, парламент Я уже не знаю Ну, как-то так называют Боюсь ошибаться в формулировках Но все-таки Я, со слов губернатора Александра Валентиновича Скалова Ну, рекомендовал он, да Города Принято уже решение И возобновить работу молодежного парламента При областном законодательном собрании Он существовал ранее Да, где вы тоже работали, безусловно И некий молодежный совет При главе города Должен быть создан Но и, кроме того, еще Аналогичные советы При главах других муниципалитетов Советы и парламенты Это, конечно, разный Функционал совершенно Ну, да Если совет, я считаю, рациональным Да То парламент Он тоже может быть Ничего в этом нет Пускай попробуют Заниматься На законодательном уровне Решением вопросов Потому что Работа депутатов Это не Работа только лишь В принципе Как я называю По сосу Ну, то есть По решению вопросов Когда что-то экстренное Происходит, да Есть достаточно много Системных Я подчеркиваю Системных проблем Которые надо решать На законодательном уровне И я могу примеры привести Которые мы Именно в шестом созыве Провели На законодательном уровне Так Если ремонт дорог Вот был только Я имею в виду Грунтовых дорог По программе СОС То сейчас Это Есть программы Они имеют Трехлетний цикл Они утверждаются И весь бюджет Бюджет туда подводится Программа освещенности Улиц Муниципального образования Чуть позже Мы поговорим Она тоже была Обязательно Я остановился На этом вопросе Она тоже существовала В режиме СОС Но теперь По крайней мере Все знают Сколько улиц И в каком объеме Надо Осветить Соответственно Есть Бюджетное финансирование Муниципальное финансирование И она будет выполняться И она под контролем У депутатов находится По крайней мере У себя на округе Очень жестко Это контролировано В седьмом созыве Нашего городского парламента Появилась Постоянная комиссия По экономике И предпринимательству Возглавил ее Ваш коллег Денис Ерохин Мы говорили с ним Не так давно О его работе В нашей студии Проблем с его слов Очень-очень много Прям От мелких Предпринимателей От киосков Нестанционарных Торговых объектов До Больших Каких-то Крупных фирм И Компаний На ваш взгляд Тут В чем должна быть Суть работы Вот прям Тоже в режиме СЛС Каком-то Я думаю Что Поймите Что все равно На законодательном уровне Вот тех проблем Которые Денис Озвучивал Наверное И озвучились Многие Предприниматели Их на уровне Муниципалитета Не решить Так Так Это уровень Субъекта Это уровень Субъекта Большинство Вопросов Да Там конечно По Стационарным Объектам И все Можно решать Но это же Малая доля Того Чего есть Но я думаю Что Денис Он человек Который не сидит На месте И У нас существуют Национальные проекты И их контроль Это Тоже депутатская обязанность Я думаю Что эта комиссия Больше сделает упор Даже На эту часть Расширит Свой потенциал Функционал Потому что положение Создается О работе комиссии Я еще не знаю Что входит Полностью В функционал Этой комиссии В ближайшие недели Будет ясно Да Работы хватит Он человек Не спящий Бдит Держит руку на пульсе Да Что называется Ну давайте сейчас Пройдемся по Каким-то главным Городским проблемам Которые так или иначе Фигурируют в последнее время В информационном поле Ну вот уже мы упомянули Да Проблема освещенности В темное время суток Улиц Эта проблема Меня тоже очень волновала Я И губернатор тут недавно Высказался по этому поводу Предложение о рассмотрении Этого вопроса Она думаю Внес чуть пораньше Чем губернатор Но это никак не меняет Положение Я решил изучить Проблему Изнутри Как говорится И понял Что она решается На самом-то деле Щелчком Поверьте мне Щелчком И был очень удивлен Что администрация Нашего муниципального образования Эту проблему не решила Значит в чем проблема Ну их как бы две проблемы Одна Одна Неподтвержденная До конца Это Демпфирование света То есть Снижение Свещенности Я Не говорю Что это Главная проблема Вторая проблема Самая главная проблема Уровень освещенности Что это Поток Вот непосредственно Световой Да Ну там есть у него Технические параметры Свойна Это То Что все светильники У нас Закрываются В летний Песенний Ну в летний период И осенний Ветками Значит Соглашусь Во многих местах Это заметно Не во многих А 99% Значит проблема Не решается Почему не решается Хотя ее можно решить Челшком Значит За ответки В городе Муниципальное образование У нас отвечает ВДПИ Угу Управление дорожной Парковой инфраструктуры Но у этого управления Нет ни одной вышки То есть Физически люди Не могут приехать И выполнить обрезку Или Киров свет Который Отвечает за светильники Что у нас они горели Имеет их В нужном И даже излишнем количестве И отдает их в аренду Замечательно Поэтому Надо просто Щелчком пальца Передать функционал Зачистки Ах У светильников Еще охранная зона Существует Небольшого там Размера Она существует Передать этот функционал Даже бюджетных средств Затрачивать дополнительно Их не надо Потому что Киров свет Достаточно Работающая С прибылью Организация Если вы светильник Включаете То он должен гореть И освещать То что должен освещать У нас же очень Еще большая проблема С освещенностью На пешеходных переходах Да Вот скоро будет готова Полностью справка ГБДД замеряет Я думаю Что больше 50% Ну вот сотрудники Да говорили На свете Что они проводят Часто Нормативу Да Мы понимаем Что пешеходные переходы Это не только Вот точка Где Ножками идем Безусловно Есть состояние Справа и слева Да Это еще собственно Непосредственно Сход с тротуара На пешеходные переходы Мне было очень удивительно Что вот Такая проблема Как обрезание Обрезание Не знаю как правильно Выразить Этих веток Уже Притяжение Такого большого Периода И это же видно Вот Не решается Вот Кажется все элементарно Приедете Просто достаньте До уровня До высоты Я вынес этот вопрос На комиссию Ну соответственно На доме Будет Вот в октябре Месяц рассматриваться На этом заседании Да На ближайшем Да Мы на комиссии Будет принято решение Как помочь Администрации Изменить функционал Одной организации И другой То есть она может УДПИ может продолжать Заниматься Обрезкой деревьев Как Санитарной обрезкой Это никак не влияет А вот То что Вокруг Фонарей наших Я думаю Прямая обязанность Кировсвета Ведерос Сети Обрезают Ветки Которые касаются Проводов Линии электропередач Да Они же делают Это В круглогодичном режиме И никто За ними не бегает Насколько я помню Если говорить Об этом Энергосервисном Контракте Замен Натриевых На светодиодные Светильники Вы там тоже Выступали С критикой Насколько я помню Там нарушались Сроки Это многомиллионный контракт Там Смотрите Я в другой части По Использованию Типа светильников Говорил Потому что Я сомневался Что Те светильники Которые ставят Выдержат Гарантийный срок Потому что Если не ошибаюсь 10 лет нам говорили 7 Те светильники Которые я Видел И которые Эти сроки Выполняют Они стоят Несколько раз дороже Чем те Которые Были установлены Но так как есть Обменный Как говорится Обменный парк Этих светильников Организация Выполняет Это То есть Они все горят Но почему темно-то Из-за веток Конечно Конечно Из-за веток Снова к этому пришли Ну вот я недавно был в Казани Там тоже Как бы сейчас Вот темно Но там больше Натриевых светильников Ну которые у нас раньше стояли Ну вот эти традиционные Желтоватые Желтоватые И не все улицы Так как бы освещены В достаточном объеме Ну даже трассовые Такие Магистральные улицы А где стоят Вот такого Типа как у нас Светильники Конечно Там много светлее Мы же видим Что они Если не димфировать Я Сто процентов Не могу утверждать Что Потому что Это дозаёт экономию Снижение Снижения Снижения Мы рассчитываем Сейчас Организация За счёт Сэкономленных Средств На оплату Собственной Электрой энергии Может Ускорение Идет в этом процессе Это надо проверять Так Пальцом не А у нас Кстати сейчас Продолжается работа По установке Вот этих Бывших уже В употреблении Натриевых светильников Которые из центра города Программу Которые Были сняты На периферии На периферии Вот Вы видите По своему округу Это видите Конечно Их ставят Да Есть эта работа Ставят Я не знаю Там Переборка Их должны были Все же перебрать В каком объёме Они уже использованы Я не делал Отбраковать Какие-то Уж Ну да Там отбраковывались Конечно Какие-то явно уже С солидным сроком В основном Программа Это должна была Выполняться За счёт Снятых светильников И она большая У нас очень Вы не представляете Какое количество Улиц у нас В темноте Вообще В абсолютной В абсолютной Да Вот когда мы Составляли программу Разница Между списками Составленной Мною Лично Ну Собранных Из администрации Раньше Отличалось На 40 с лишним Процентом Но Были включены Все те Улицы Которые были В моём списке Они в программу Попали Соответственно Программа Более Расширилась А давайте Дадим Непосредственный Совет Кировчанам Вот живёт Семья Несколько семей Там на какой-то Небольшой улице Где абсолютная Темнота С чего начинать Куда обращаться К депутату К своему Непосредственной Ну это Мало Что даст Да Что тогда делать Как тогда поступать Ну есть программа Её надо выполнять Всё Точка Она существует Она есть Я не думаю Что То есть постоянно Капать-капать В администрацию В теруправление Есть программа Там всё расписано Даже по срокам Между прочим По годам Конечно Когда собственно Должно появиться И сколько лет У нас На решение Этой проблемы Может уйти Пять Пять лет То есть мы Перейдём За юбилей За круглую дату Ну еще появляются И новые улицы Не забывайте Кто же Надо освещать Ну кстати Программа на пять лет Расчит Ну кстати Губернатор Соколов Заявил о том Что к осени Следующего года Проблема уличного освещения В областном центре Ну это имелось ввиду По качеству Надо полностью решить Ну значит Раз Глава области Сказал Значит Если дадут Я думаю Всё же дело в ресурсах Если это будет финансироваться То это можно и за год сделать Наверное Ну да Привлекутся У нас есть организации Которые могут делать это Местные Могут Можно приезжать Нагородные организации Всё дело в финансировании Ни в чём другом Ну да Глава региона Он Отличается Ну я думаю Здесь вопрос стоял о том Что Кардинальными заявлениями Там где он Где есть освещение Чтобы его наладить Я думаю Об этом речь идёт А не освещенности Всех Ну вот возможно В том числе Решить проблему Загороженности Да Вот этих ламп С зелёными Насаждениями Я думаю что он не в курсе Что существует Такая программа Может Может его проинформировали Но не уверен Ну Глава администрации У нас должен вскоре появиться Полноценный Да Без приставки Её Тоже об этом Чуть позже поговорим Возможно Стоит ожидать Там такой Очень активной работы И от него Ещё одно новшество У нас Да Ещё одно новшество У нас и в областном центре И В других населённых пунктах Кировской области Речь идёт о безопасности В школах Да Трагедия 26 сентября Которая произошла В 88-й школе Города Ижевска Буквально 28 сентября У нас глава региона Заявила о том Что Выделяются из областного бюджета Деньги До конца года Это 23,5 миллиона рублей На Привлечение В образовательные Учреждения Профессиональных охранников Из Частных охранных предприятий На ваш взгляд Насколько это Повысит безопасность В учебных заведениях Ну в какой-то степени Наверное да Но В моём понимании Это ИПД Помните такое выражение При развитом социализме Так напомните Имитация полезной деятельности А имитация полезной деятельности Потому что Почему у вас складывается такое Почему не складывается Ну я Ощущение Не изучал Скажу что Специально Да Но видел Как организовано В других государствах Дружественных Недружественных Нам Вот Ну поделитесь Да И когда речь идёт О безопасности детей Тут Наверное В основном Ни один человек Кроме школьника На территорию школы Двора Зайти не может Это при том Что в 6 часов вечера Всё открывается Все площадки доступны Всему населению Чего у нас запрещено По По многочисленным По многочисленным Другим всяким положениям То есть Ограничивается доступ На территорию Школы Для этого Что должно быть Соответствующего Развития Заборы И так далее Ну тут Много Всякие Технические средства Чего у нас К сожалению Нет Поэтому Появление Сертифицированного Охранника Сертифицированного Охранника Вы видите К чему приводит Ну В Ижевске В Ижевске Сотрудники ЧОПа были Да Непосредственно Встречали На входе Ребята И они Не хочу нагнетать Обстановку Поэтому Это решается Другим способом Это затраты Это опять же Затраты Так же Как мы Бьемся Что требуется Видеонаблюдение Поставить Некоторые Настойчивые Депутаты Выбивают Из городского Бюджета Средства Говорят Вот по суду Решили Вот поставили Видеонаблюдение И кто За ним Наблюдает Можно узнать Оно функционирует Оно функционирует Да Пункт Непосредственно Контроля Там есть Мониторы А кто У этого Монитора Сидит Ну видимо Бабушка Пенсионерка А вы видели Это Хоть раз Ну я Предполагаю Предполагаю Вы вот именно Предполагаете А кто сидит Да никто Никто не сидит Никто не наблюдает Вы же видите В актере сидят Вот где Здесь вот Ну У входа в школу Ну вот поток идет Поток идет Он может у монитора В это время быть Ну я думаю На два глаза Это слишком много работает Сложно Если бы четыре глаза Директор школы Который наверняка Имеет выход На кучу Не сидит у монитора У него другой функционал То есть это получается Неэффективная Опять таки Запись идет Трата городских денег Муниципалитета Да Выполняется Пункт положения Садик должен Оборудовать Там или школа Видеонаблюдение Дальше что Нужен человек быть Безусловно Который отслеживать Причем Желательно Чтобы человек Был с неким Опытом Все таки Понимание Что происходит И мог по картинке Отличить Кто может представлять Потенциальную угрозу Ну так то Никто из тех Которые составляют Потенциальную угрозу На территории Двора Появиться Не должны Ну вот пока Речь идет О 23 с половиной Миллионах рублей Они же видите Все проходят Кто в дверь Кто куда Это движение Постоянное Да Перекрывается Вход на территорию То есть ему До От входов На территорию До здания Где находятся Учащиеся Ну достаточно большое Расстояние Ну относительно большое То есть это препятствие Еще один рубеж Охрана Ну вы безусловно Читали об этом О том что В Удмуртии Буквально в 2021 году Было все таки Принято решение Глава республики Александр Причалов Об этом говорил Что там Серьезные тоже деньги В республиканском Бюджете Закладывались на то Чтобы профессиональная Охрана была Во всех школах И других Социальных учреждениях Ну вот Ну вот да Профессионально Он же не может Весь периметр охранять Ну сколько Ну два охранника Будешь А эта программа У нас в городе Она продолжается По установке Видеонаблюдения В детсадах В школах Она идет там Даже есть судебные решения А он десятки миллионов рублей Да Там большие Есть судебные решения Они в первую очередь Выполняются Там где родители Жалуют Другое Остальные По мере возможности Ну кстати уже Жалобы уже начинаются О том что Где-то возможно С родителей Будут требовать Дополнительную плату На то чтобы Ну это не разрешено Это никто не будет Ну это безусловно Да против Против закон Ну может фонд Есть так называемый У нас же В частности совет Или как они правильно Называются В школах Фонды Советы родительские Да родительские советы Да При руководстве Да Образовательного учреждения В общем на вас На ваш взгляд Юрий Львович Эти Траты Из регионального бюджета Ну в общем Сомнительно Приведет ли это Действительно К повышению безопасности Реальному повышению Безопасности В детских Образовательных Учреждениях Ну кстати на очередь Детские сады Тоже там что-то Будет происходить Как сказал Не так давно В нашем эфире Глава Городского департамента Образования Александр Петрецкий У нас подошло Работает новый проект Организации дорожного движения Если не ошибаюсь С периодичностью В три года Эта работа Должна проводиться Ну да Бывает иначе В бюджетах Средств не получишь Да Много там что должно быть Отображено Новые знаки Новая разметка Расширение улиц Искусственные неровности И прочее И прочее И снова Возможно будет Поднят вопрос Выделенных полос Для общественного транспорта Насколько возможно У нас в городе Это вообще Наверное возможно Специалисты Знают где это возможно Но это требование Для получения Определенных субсидий Федеральных Иначе В программу просто Не попасть Там есть По линии транспорта Да Поэтому будут делать Соответствующую Программу Выполнять Ну там уточняется Конечно Выделенные полосы Организовывать там Где это возможно Где ширина Собственной Проезжей части Позволяет Эту выделенку сделать У нас таких мест Немного Но Наверное Есть Так А на ваш взгляд Вот прям Такие острые Самые злободневные Транспортные проблемы Которые Нужно решить В нашем городе Вот прямо сейчас Не знаю Может быть Перекресток С круговым движением Вы же водите машину Тоже Передвигаетесь По нашим дорогам Перекрестки С круговым движением Которыми я начал Заниматься В 2008 году Впервые Ну вот Уже У нас Год 22 Заканчивается Да Мы получаем Несколько мест Где есть Круговое движение Оно достаточно Эффективно Ну пока Их на пальцах Одной руки Можно пересчитать Ну да Я надеюсь Что я В другой город Уезжаешь Еще за предыдущие Пять лет Круговое движение Появится в Кирове Достаточно эффективно Снижается Снижается уровень Аварийности Президент Значительно Ну вот На Коминтернах Развязка Да Как кстати Там На Макаре Как это сейчас Там завершают Да уже Ну должны Да Там осталось Треугольник На Субботиху Заасфальтировать А все остальные Работы Это 23-й год Тротуары Там Пешеходные переходы Ну инфраструктура Сопутствующая Непосредственно Ну то что Это удобно Даже не обсуждается Главное что Аварийность Ноль Вот Это Чего добиваются Но это выяснилось Там буквально В первые 6 месяцев Да Когда эксперимент Ну когда еще Стали пластиковые Ограждения Конструкции Там да Вот эти Поэтому надо расширять Вы же сами видите Вы путешествуете Как я Видите что Масса Городов С круговым движением Ну а во первых Не нужны светофоры Да Отходят от Светофоров Это же была Основная причина Почему в Кирове Не развивалось Круговое движение Что организации Заинтересованные В установке Эксплуатации Светофоров Лоббировали Отсутствие Кругового движения У нас кстати В городской администрации У нас кстати В городе ведь есть Участки дорог Где светофоры Через каждый квартал Установлены На мой взгляд Как водителя В том числе Да Это крайне неудобно Я понимаю Что безопасность Да Безопасность Тут ставится Ну вы знаете Это во многих городах Мира Такая же ситуация И то что Ограничение Вот 40 километров Я сторонник Такого ограничения Потому что Это безопасность Мы же знаем Что после 60 километров Смертельные случаи Ну то есть вы относитесь С тем людям Которые выступают За умиротворение Да Вот этого транспортного потока Именно в городе Конечно В городе Чем медленнее Чем медленнее Передвигается Это же доказано Научными разработками Вы посмотрите Ну где вот В городах мира Вы ездите Ну максимально 50 километров В основном 30-40 Вся центральная часть города Везде А центральная часть города Вообще без машин Должна быть Вроде бы Ну где ездят машины В соответствии С современными тенденциями Ну вот Если вы возьмете Компьютер поездки Да У себя в автомобиле Ну какая у вас Средняя скорость Посмотрели По городу Ну я думаю Километров 30 Может 22 и 1 Я уже многие годы 22 и 1 21 и 9 22 и 1 В среднем Получается Когда нажимаешь Как и в литраж Средняя скорость Средняя скорость Передвижения 22 километра Упомянутая нам Структура Городское управление Дорожной парковой Инфраструктурой Очень интересную работу Тут начало проводить Сообщила нам Пресс-служба Городской администрации Начали бороться С автомобилистами Или уж я не знаю Не с автомобилистами В общем речь идет С хулиганами Да В общем речь идет о том Когда водители Оставляют свои транспортные средства На пешеходных дорожках Да И УДПИ Придумало там Устанавливать Бетонные заграждения Чтобы физически Ну не бетонные Шарики Ну вот эти шарики Полусферы Да Я видел уже у кинотеатра Колизей Уже там положили Несколько этих полусфер Не знаю как на ваш взгляд Но на мой взгляд Юрий Львович Это такая Забавная достаточно работа Мол давайте не будем Вот пускать их сюда Вместо того Чтобы организовать Как это в более других Крупных городах сделано Вот муниципальная служба Которая пристально следит За каждым нарушителем Да я очень удивлен Притом это служба Которая будет в бюджет Приносить Огромные деньги Огромные мы как-то проверяли Считали что если в сутки Штрафовать автомобили Находящиеся на одной из улиц Город Ну улица Ленина Рассчитывали То 4 года назад Составляло 300 тысяч рублей В сутки В сутки В сутки И у нас же есть Вот автомобильчики появились Которые Парковку у нас Проверяют С парконом Ну их всего полтора Будем говорить Автомобиля Почему не используется Почему не развивается Не отдается Не в концессию Если не хотите Сами заниматься Властью Ну это как при Шульге Не было Как при Осипове Не сдвигалось Хотя депутаты Неоднократно На это обращали внимание Почему не создается Муниципальная Которая будет работать Без участия сотрудников Госавтоинспекции Да Ведь такое возможно Можно в данном Законодательном уровне Принимается Это разрешено Не хотите сами заниматься Кто у нас сейчас За благоустройство транспорт Кто постоянную комиссию возглавляет Благоустройство и транспорт Ну нет Они немножко разделены Благоустройство Это Андрей Березин А транспорт Другая комиссия Где был Ерохин Там сейчас Да-да-да В шестом созыве Ну вот собственно Большой Другой Да Большой поле для деятельности Для того чтобы Выработать эти предложения Да Их Почему мы не занимаемся Нехорошим Неприятным словом Платными парковками А вот у нас как-то вот Новый человек приходит во власть И что-то там начинает говорить Вот будут платные парковки Будем экспериментировать Последние даже не говорят Там-то и там-то Ну соглашусь да Давненько мы об этом не слышали Сколько Были проблемы с эвакуацией Правильно припаркованных автомобилей Масса частных организаций Предложили свои услуги От всех отказались Практически Ну там несколько есть Которые Что-то пытались сделать Нет И они так и эвакуируют В принципе с сотрудниками ГИБДД Даже можно эвакуировать С сотрудниками Муниципальной службы Если ее создать Наверняка В Москве ведь ГИБДД Не принимает участие Совершенно Муниципальная автоинспекция Работает исключительно По этим вопросам И у нас Буквально Ну то что у нас Культура Как вождение Так и парковки Она просто безобразна Вы видите На каком расстоянии Друг от друга Паркуют автомобилисты У нас машины Ну там можно Три машины вместо Одной поставить Да Ну так безобразно Нельзя Ставить Без уважения К своим коллегам Раз Раз ворота заезжают Даже где размечено И то никто По разметке не ставит Полтора минуты Юрий Львович Остается Не могу не затронуть вопрос Вот через несколько дней Через несколько дней У нас Конкурс должен состояться На замещение Должности Главы администрации Кирова Ну 27 октября Да 10 дней у нас остается Видимо В ближайшее время Мы узнаем Кто будет Заявляться На этот конкурс Кто будут кандидаты Вы там входите В комиссии Нет Не входите Без этого обошлось Я понимаю Что Долгое Долгое время Вы сотрудничали С Вячеславом Николаевичем И в рамках Своего округа И Первомайское Теруправление И так далее Он между прочим Так и возглавляет Первомайское Теруправление Да-да-да Мы знаем Да Он совмещает Эти должности И исполняющего Обязанности И начальника Теруправления Ну что Зеленый свет На ваш взгляд Вячеславу Николаевичу Если заявишь Конечно Ответственный Руководитель Переживает За население Которое проживает У него Минутка остается В городе Он Работоспособный Я бы поддержал Его кандидатуру А Другие Кандидатуры Возможно Кого-то видите Вот прям Все равно Он должен выбираться На альтернативной Основе Поэтому Узнаем фамилии Кандидатов В любом случае Хотя бы Один кандидат Он должен Видимо быть По Правилам По положению По правилам Этого конкурса Следите за Телеграм-каналом Симакова Читаете Ну в курсе В общем Насколько активно Собственно Отчитывается О том Что делает С раннего утра Что называется И до позднего вечера Так всегда И работал Хорошо Сейчас еще больше Наверное Завершается у нас Время Нашей беседы Благодарю вас Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы Седьмого созыва Удачи Спасибо В чем приятного До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok